МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Ленинского городского округа. Студия Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Новый миграционный пункт открылся на территории Ленинского городского округа. Больше безопасности, больше порядка будет в нашем районе. Традиционные летние трудовые бригады, состоящие из ребят в возрасте от 14 до 18 лет, начали работу. Мне потом позвонили и сказали, что есть вакансия. И направили ее сюда. В ночь со 2 на 3 августа в доме номер 8 по улице Фокина произошел пожар. Ночь бессонная была. Где-то в полвторого мы все вышли на улицу. В деревне Боброво состоялось торжественное открытие миграционного пункта номер 3. В новом подразделении созданы все условия для того, чтобы граждане могли с комфортом регистрироваться и получать другие необходимые услуги. На мероприятии побывала наша съемочная группа. В Ленинском городском округе активно идет строительство новых микрорайонов, вследствие чего увеличивается плотность населения. Открытие миграционного пункта номер 3 в деревне Боброво позволит значительно снизить нагрузку на основные подразделения ведомства, расположенные в муниципалитете, а также своевременно оказывать необходимые услуги местным жителям. Рост жителей, населения нашего городского округа обязывает нас не только к строительству социальных объектов, дополнительных объектов инфраструктуры, но и к повышению качества, оказываемых в них услуг. Новое отделение площадью 70 квадратных метров расположено на первом этаже жилого дома. В помещении созданы максимально комфортные условия, как для посетителей, так и для специалистов. Если раньше, скажем так, Балатниковская территория частично обслуживалась в Развилковском территориальном пункте, скажем так, в МП номер 2, либо в городе Видном МП номер 1 на Лемешко, очень было неудобно добираться на нескольких видах транспорта для получения той или иной государственной услуги. То сейчас открытие МП, даже не миграционного пункта, то есть упростится вариант, людям не надо ехать. В миграционном пункте три сотрудника. Начальник нового подразделения, майор полиции Елена Шведова. Елена Юрьевна работает в миграционной службе с 2005 года. Сейчас на нее возложена большая ответственность. Таким небольшим составом нужно обслуживать население около 100 тысяч человек. Расположен территориальный пункт, да, удобно, я считаю, потому как такой он получается в центре данной нашей территории, населенный пункт, да, деревня Боброво. И по оснащенности просторное светлое здание, да, свежий ремонт, все условия созданы для работы. Здесь жители смогут оформить постоянную или временную регистрацию, сняться с регистрационного учета, получить, заменить или восстановить паспорт. В пункте предоставляется адресно-справочная информация. Также ведется рассмотрение заявлений по вопросам гражданства и принятие по ним решений. Я как житель этого района очень рада, что открылся и миграционный пункт номер 3 в нашем районе, и участковый пункт милиции. Больше безопасности, больше порядка будет в нашем районе. В миграционном пункте номер 3 смогут получать услуги жители населенных пунктов, расположенных на территории бывшего сельского поселения Булатниковское. Также в отделении три раза в неделю будет вести прием участковую полномоченной полиции. Традиционные трудовые бригады, состоящие из ребят в возрасте от 14 до 18 лет, начали работу на территории Ленинского городского округа. Для этих подростков лето повод не столько отдохнуть, сколько потрудиться на благо родного края и при этом еще и денег заработать. Первая бригада молодых людей в количестве 15 человек уже отработала в конце июля. Ребята обслуживали на дому пенсионеров. У тех, кто заступил на трудовую вахту в начале августа, главная задача – благоустройство Видного, в частности, Центрального парка. Всего в трудовых бригадах этим летом будут участвовать 60 подростков. Каждому из них необходимо отработать 20 часов. За это им будет начислена зарплата в среднем около 5,5 тысяч рублей. Проект реализуется совместно Ленинским центром занятости и Дворцом спорта Видное. В соцсетях информация проходила. Раньше мы в школах информировали, знали. Сейчас мы соцсетей. Плюс напрямую звонили, потому что дети из года в год приходят повторно. Звонят в Центр занятости, звонят нам в дворец. Лично такие звонки уже есть, потому что всегда все на связи. И, соответственно, кто пришел, желающих было много. В принципе, все, кто хотел, они все и попали. У 17-летней Полины Ахтырской есть младший брат и сестра. Скоро появится на свет еще один член семьи. Для нее эта работа не просто возможность накопить на развлечения, а способ пополнить семейный бюджет. Я хочу папе помочь с работой, с деньгами. Я ходила в Центр занятости. Мне потом позвонили и сказали, что есть вакансия. И направили ее сюда. Я с удовольствием согласилась, конечно. Несмотря на то, что работа в целом несложная, здесь все по-взрослому. Есть даже бригадир. Анастасия Мигунова старше своих подчиненных. Ей 21 год. И трудовой стаж у нее уже имеется. Время перед поступлением в педагогический институт Анастасия решила потратить с пользой. Моя задача – это координировать действия школьников. То есть заниматься, как кто выполняет работу, насколько качественно и так далее. Я веду списки, в которых отмечается количество отработанных их часов и какие-то, может быть, замечания касаемо работы. От этого зависит их зарплата. Будем стараться, чтобы все получили максимально. Если эпидемиологическая ситуация позволит, планируется, что и в сентябре трудовые бригады продолжат свою работу. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Сегодня 30 ребят из Видного отправились в спортивный лагерь в город Курск. Уже седьмой год школьники нашего города ездят туда отдыхать и всякий раз возвращаются с незабываемыми впечатлениями. В 6 утра на Советской площади было оживленно. Родители провожали своих детей на три недели в лагерь «Олимпиец». Большая часть тех, кто отправился на отдых, мальчишки. Многие занимаются в спортивном клубе «Орленок». Скучать, говорят, в лагере будет некогда. Пробежка утром. Потом мы завтракаем. Потом у нас дюдо. Потом мы вечерком так отдыхаем. Неизменно с ребятами в лагерь ездит руководитель клуба «Орленок» Гаджимурад Гаджимурадов. Перед отъездом родители смогли пообщаться, задать вопросы, оставить личные просьбы. Там нас ждет хорошая погода. Поспим в автобусе, приедем уже на обед. Купаться не будем. Первый день проведем разведку. Погоду в Курске на ближайшее время обещают хорошую, поэтому есть все шансы, что отдых будет сопровождаться ежедневным пребыванием на свежем воздухе и купанием в реке. Также ребят ждут ежедневные тренировки, экскурсии, кружки и увлекательные мероприятия. Пожелаем им хорошего отдыха. В ночь со 2 на 3 августа в доме номер 8 по улице Фокина произошел пожар. Загорелось помещение для консьержа. Всю ночь жители третьего подъезда провели на улице, ожидая, пока пожарные справятся со стихией. О причинах возгорания и последствиях расскажет наш корреспондент Юлия Погосян. Вот та самая комната консьержа. Примечательно, что, по словам местных жителей, консьержки здесь не было никогда. Зато проживала уборщица со своим мужем. Люди говорят, что из-за их действий и произошло возгорание. Активист третьего подъезда по Фокина 8 Михаил рассказывает. Около 11 часов вечера ему позвонила сестра той самой уборщицы. Просила о помощи. Мол, зять распустил руки, и она переживает за жизнь своей родственницы. Когда я спустился вниз, он какую-то девушку из них, узбеков, начал избить. Вот. А потом, не знаю, как получилось, он толкнул вот плиту электрическую. Там был чай и все, что там, я не знаю. И вот пожар оттуда начался, он убежал оттуда. Еще какое-то время мужчины пытались удерживать дебошира, но не дождавшись полиции, он вырвался и скрылся. Теперь Михаилу поступают телефонные звонки с угрозами расправы. Ведь официальная версия пожара – брошенный в окно окурок. Огонь по помещению распространился быстро. Сработала пожарная сигнализация. Среди ночи жители подъезда вышли на улицу. Ночь бессонная была, то есть где-то в полвторого мы все вышли на улицу, все здесь стояли всю ночь, все дети, все животные, кто успел вытащить. Было конкретное издымление, то есть дома находиться было невозможно. А сейчас как дела обстоят? Тут проветрилось, но запах стоит. По данным единой диспетчерской службы 112, первый сигнал о пожаре на диспетчерский пульт поступил в час 54 ночи. На место тут же выехали сотрудники МЧС и пожарные. Служба пожарного расчета приехала быстро. В 2 часа 10 минут уже было возгорание потушено. Одновременно был эвакуирован подъезд. Было эвакуировано порядка 50 человек, из них 20 детей. Пострадавших в этой ситуации нет. Стенный потолок на первом этаже подъезда черный, в копоте. Осветительные приборы, провода и пожарная сигнализация расплавились. Но что хуже всего, сильно пострадала квартира над консьержной. У нас полностью все в грязи, вот эта вот черная вся сажа. Они пришли помыли нам, конечно, но все это все размазали просто по потолку. Короче, я не знаю. Что теперь будете делать? Будем, наверное, все переделывать, перекрашивать, обои переделать. Как же суд несут? Квартира застрахована? Нет, квартира не застрахована. Получается, что за свой счет теперь? Получается, что да. Потому что они пришли, сказали, мы помоем вам. Местные жители говорят, что устали от постоянных разборок, проживающих в этом помещении. И вообще люди не понимают, на каких основаниях в консьержной живут уборщики и их семьи. Такая ситуация в каждом подъезде восьмого дома. Там жили. Там жили. Потому что окно открыто часто и видно. Ну, видно. Это не управляющая компания, это какой-то бардак. Просто бардак. Сейчас сотрудники управляющей компании пытаются отмыть подъезд. Сколько времени займет полное восстановление помещения, непонятно. Люди просят правоохранительные органы обратить должное внимание на ситуацию и учесть показания свидетелей. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Елена Кошелева, ВиднетВ. Продолжаем знакомить вас с соискателями губернаторской премии «Мы рядом». Сегодня речь пойдет о коренной видновчанке, активной участнице общественно-политической жизни муниципалитета и соавторе образовательного проекта «Школьный бизнес-инкубатор» Дарьи Филатовой. С ней пообщалась наш корреспондент Екатерина Борисова. Активным участником общественно-политической жизни муниципалитета Дарья Филатова стала еще будучи школьницей. Сначала попала в территориальный совет молодежи «Завидная». Затем работала в молодежном совете Ленинского муниципального района. А теперь занимает пост председателя комиссии по экономике, малому бизнесу и благоустройству в молодежном парламенте. Я как коренная видновчанка всегда очень болею за те проблемы, которые есть у нас. И хочется здесь жить интересно, и чтобы молодежь жила интересно, потому что это очень важно, чтобы люди оставались и работать здесь, и оставались жить здесь. Дарья уже не в первый раз пробует свои силы в качестве соискателя губернаторской премии. Два года назад она стала финалистом премии «Наша Подмосковья» с проектом «День единства улиц. Праздник, который объединил всех». А в этом году решила рассказать о новом проекте, созданном совместно с торгово-промышленной палатой Ленинского городского округа – школьном бизнес-инкубаторе. Совместно мы проводим и с предпринимателями, и с педагогами обучающие семинары, и тренинги, и ведем лекции, выезды обязательно на производство округа. Опять же, для того, чтобы молодежь видела, что на территории Ленинского городского округа есть очень интересные предприятия, есть интересные компании, и не обязательно ехать в Москву. В проекте участвуют ученики 1-й и 5-й школ – Видновской гимназии и художественно-технического лицея. Причем, по задумке создателей бизнес-инкубатора, ребята не только знакомятся с теорией и практикой ведения бизнеса, но и пробуют свои силы как предприниматели. Мы проект делали с тем, чтобы ребята в конце смогли создать свой бизнес под ключ. Потом мы собираемся сделать презентацию и как конкурс, где мы представим эти проекты реальным предпринимателям. Возможно, кто-то из них захочет вложиться. К сожалению, до этой финальной стадии проект, запущенный в октябре 2019 года, не дошел, помешала пандемия коронавируса. Но как только ребята вернутся за парты, школьный бизнес-инкубатор заработает вновь. Победа в конкурсе на соискании премии «Мы рядом», уверена Дарья, поможет вывести проект на новый уровень. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok